Мы на месте. Мы приветствуем Лигу. Интересуемся, готов ли она к проверке, доверить ли она нам в свое биополе наперед сеанса? Да. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Лиги по ногами 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключики, чужеродные энергии и воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму, и ответственные за эти подключки, воздействия энергии притягиваются в клетку тюрьму и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Скеннер сканирует все 7 тонких тел Лиги, находит все. Вокруг нее белый туман какой-то. Выдави, пожалуйста. Даю команду. Силой моего намерения весь этот белый туман вокруг нее выходит и формируется перед ней в шар. Пошел процесс. Готово. Отправляю этот шар в клетку тюрьму. Выстраиваю каналы от этого шара к ответственным, если таковы и есть, и не притягиваются в клетку тюрьму. Пошел процесс. Это неупокойная душа. Неупокойная душа. Хорошо. Неупокойная душа в клетке? Да. Хорошо. Обращаемся. Представься, как тебе обращаться, неупокойная душа? Минус. Минус? Минус. Минус. Хорошо, минус. Как давно ты закончил свое земное существование? Разводится руками. 1972. Да. Так давно? Сколько тебе лет было, когда ты закончил минус? 45. А почему ты так рано ушел в 45 лет? Утонул. Утонул. Понятно. Тебя не нашли? Тело? Нет. Поэтому ты так долго не уходил? Или почему ты захотел остаться? Мне показалась жизнь после смерти интересней, чем та, которую я провел рыбачу. На соленой воде, вечно обветренной. Согласен. В какой-то мере, да. Но ты очень долго пробыл на земле. Я получил больше опыта. Да. Такое есть тоже. Понятно. И сейчас ты узнал, что мы открываем порталы и захотел уйти, да? Да. Я хочу развиваться дальше. Отлично. Хорошо. Минус. Мы не смеем тебя больше задерживать. Со своей стороны мы желаем тебе всего наилучшего в твоей новой жизни. Открывайся. Да. Стоп. Знаешь, я ушел раньше. Еще раньше? В 45. Потому что я не развивался. Это был мне урок. Я зациклился на своей работе, зарабатывать, чтобы жить, прожить, покушать, без всякого развития. Это был мой урок. Я ушел раньше, но дожил свою жизнь и развился уже после смерти. Китаясь по земле. И делая выводы, и получая разные опыты. Понятно. Ты попутешествовал по земле везде, да? Уже побывал, посмотрел все, да? Это легко в моем случае. Хорошо. Минус. Ну, поскольку ты здесь, нам надо открыть те портал и пожелать тебе всего наилучшего. Открывается светлый портал в Чистилище. И минус. Идет в этот портал. Его встречает Куратор, все его друзья, все, кто его знал и любил, встречает его на той стороне. Мы ему желаем всего наилучшего в новой жизни. Он из портала благодарит. Всего доброго, во благо. Закрывай, опечатывай, растворяй. Его встретили? Да. Отлично. Готово. Хорошо. Так, давай сейчас просканируем. Или ничего не вышло, Вера? Нет, она чистая. Понятно. Значит, у нас была только одна неупокойная душа. Хорошо, Лига. Мы закончили вашу проверку. Вы чистая. Поздравляем. Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему Куратору. И мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Лиги. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозанном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лиги. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой прекрасной комнате. Обращайся ко мне в Джо. Джо. Приветствую вас, Джо. Вы куратор? Я куратор. Отлично. Меня зовут Влад. Это Вера. Мы проводили чистку месяц назад. Ваша подопечная сегодня проходила проверку. Она чистая. И она созрела. Задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезно, уважаемый Джо, ответить на эти вопросы? Я постараюсь ответить максимально информационно. Благодарю вас. Тогда начинаем с первого вопроса. Откуда пришла моя душа? Арктур. Приветствуем представителя Арктура в нашей комнате диагностики. Мы очень рады. Благодарю за это приветствие. Мы тоже рады встрече на средней территории. С очень хорошими энергиями. Благодарю вас, Джо. Переходим ко второму вопросу. Какой уровень моего высшего Я? Десятый уровень. Третий вопрос. Какие кармические задачи мне нужно решить в этом воплощении? У тебя было несколько кармических узлов. Они пройдены. Тебе нужно развиваться, жить и наслаждаться жизнью. Джо, у меня четвертый вопрос. Сколько кармических узлов здесь на Земле я прошла и сколько осталось? Пятый кармический узел завершен. Отлично. Благодарю вас, Джо. Идем дальше? Да. Пятый вопрос. 42 года назад я была в коме 10 дней. После выхода из комы я была как другой человек. Люди отвернулись от меня. Почему это произошло? Где была моя душа, пока я была в коме? Твоя душа вернулась на Арктур и прошла определенную экзаменацию. Каждой жизни ты ставишь себе высокие задачи и с каждым разом поднимаешь планку. Вернувшись на Землю в этот раз, ты поставила высокую планку, но этот опыт ты уже получила. Твоя задача была прожить простую жизнь, находя радость в деталях и в людях, которым ты симпатична. Тебе не нужно было обращать внимание на других детей или людей. Почему ты так много энергии тратила на чье-то чужое мнение? Вся твоя задача была находить позитив и радость в деталях и окружающей тебя среде. Именно этот экзамен ты прошла на Артуре, вернувшись с пониженным планкой, но я бы не назвал это. Это простая красота. Она везде вокруг нас. Даже то, что мы дышим воздухом, это сложный процесс, но никто не задумывается об этом. Мы просто принимаем это как должное. Так же, как трава, цветы, животные вокруг нас. Вы принимаете как должное. Именно это было твоей задачей — увидеть вокруг себя и почувствовать красоты и энергии. Увидеть важность планеты и задеть определенные струны души. Но почему-то до сегодняшнего дня отношения людей к тебе тебя волнуют больше всего. Ты тратишься на этом энергии. Повернись лицом к самой себе. Обними себя. И открой удивительный мир в деталях вокруг себя. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Джо, за этот развернутый ответ. Я перехожу с вашего разрешения к шестому вопросу. Моя последняя земная жизнь. Кем я была? Где и когда это было? 1812 год. Ты была одним из полководцев военным. В какой стране это было, если позволите? Франция. Франция? Так это же война. Знаменитая война 1812 года. Она была французским генералом? Именно так. Какой замечательный опыт, интересный. Как я уже сказал, ты всегда поднимаешь планки, но получив опыт, ты разочаровываешься. Поэтому твоя задача была увидеть красоту жизни вокруг тебя, которая находится в маленьких деталях. Это слово в очень важной детали. Благодарю вас, Джон. Можем идти дальше? Да. Седьмой вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Мне кажется, вы все ответили до этого вопроса. Именно так. Я уже рассказал о твоих блоках и о том, что тебе нужно поприветствовать себя, свою душу и отдать любовь самой себе. Меньше обращай внимания. Только после этого ты можешь нести свет, приняв себя. Ты притянешь на этот свет людей, которые поймут тебя, которыми ты сможешь помочь. Но этого не случится, пока ты не цельная. Соединись сама с тобой, такой, какая ты есть. Я активирую сегодня стержень Артура. Твоя душа, она сильна. Но дай ей быть простой и наслаждаться жизнью. Благодарю. Благодарю вас, Джон. Восьмой вопрос. Какая карма связывает меня с моими сыновьями, особенно со старшим? Вы пересекались в 1812 году. Старший сын был на другой стороне баррикады. И они встретились на той стороне, им довелось встретиться в то время? Им довелось встретиться. Твой старший сын был офицером на другой стороне баррикады. Да. Очень интересно. Благодарю вас, Джон. Можем дальше продвигаться? Или вы хотели добавить что-нибудь еще? Плен. Дальше был плен. Именно так мы пересеклись. Понятно. Он попал в плен, и они встретились там. Да. Был допрос. Как интересно. Благодарю вас, Джон. Можем дальше идти? Можем. Хорошо. Девятый вопрос. Сколько лет моей душе? 29 тысяч. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос у меня остался. Какой был бы ваш самый важный совет для меня, о котором я не подумала спросить? Как я уже сказала, простить себя, повернуться к себе и соединиться сама с собой, активируя арктурианский стержень своей души, прочувствовать его, улыбнуться и понять тепло внутри себя. А теперь протяни руки мне, я активирую арктурианские энергии внутри тебя. Они серебристого цвета, вернее они светлые, но от них отходит серебристый цвет, как лучи. Чем чище твоя душа, тем ярче ты излучаешь этот цвет. Именно это слово «чистота» должна была стать главным словом в этом воплощении. Тебе не нужно брать высокие старты. Тебе нужно прожить в чистоте души, радоваться деталям, наполняя свою душу и расширяя эти искры. Благодарю. Активация закончена. Благодарим вас, уважаемый Джо. У нас остался один маленький нюанс, который на Арктуре уже знает. Мы имели честь приветствовать уже много представителей Арктура в нашей комнате диагностики, кураторов. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение куратора Джо передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за эту прекрасную встречу, за его помощь и просто на добрые воспоминания. Волшебный подарок. Нам очень приятно. Прекрасной геометрией, наполненными объектами. Это единственный чистый экологический, относительно чистый продукт, который у нас вообще на Земле остался. Очень интересный шарик к шарику. Да, они все имеют круглую форму, так и есть. И все разные. Благодарим вас, Джо, за вашу помощь. На этом месте просим передать от нас привет Арктуру. Мы рады будем всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных и готовы, в свою очередь, открыть им эти двери, освободив их от сущностей. И в эти двери они уже пойдут сами. И я благодарю вас за это возможность активировать стержень души моей подопечной. Это наша работа. Мы с удовольствием ее делаем. Я буду наблюдать, как она восстанавливается и разжигает свой стержень, возвращая к жизни свои возможности, улыбку, радость и счастье, создавая его вокруг себя. Благодарю. И перестанет обращать, как вы уже заметили, свое внимание на мнение других людей, если позволите. Вы об этом уже говорили. Это будет зависеть от нее. От дальнейшего развития. Благодарю я вас, уважаемый Джо. Мы не прощаемся, я говорю вам до скорых встреч. Возможно, мы еще раз встретимся на каком-нибудь определенном этапе. И до этого мы остаемся на связи. Всего вам наилучшего. Я бы хотела добавить. Пожалуйста. По моим наблюдениям, она перестала обращать внимание, но обида из прошлого осталась. Хорошо. Значит, надо проработать эту блокаду осознанно. Именно так. Тогда и она уйдет. Когда она озвучена, становится легче проработать и отпустить. Она мешает дальнейшему развитию и принятию радости. Очень важные слова. Благодарим вас, Джо. Мы это все передадим. Да, она сама и слышит. Благодарим вас. И я благодарю вас. До новых встреч. До новых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Лига, мы закончили встречу с вашим куратором, Джо Веркторианко. У вас остались вопросы? Все было отвечено? Вы все поняли? Я счастлива. Я настолько чувствую мой внутренний стержень. И я поняла, что это значит. Он был тусклый у меня. И потусклел он 42 года назад. А сейчас он активирован. И я себя чувствую цельной и радостной. Благодарю вас. Добро пожаловать в новую жизнь. Развивайтесь дальше. Работайте над собой. Наш администратор Ольга перешлет вам, или уже переслала, все инструкции. Видео смотрите. Закачивайте себя энергиями. Спрасывайте негатив. И это вам все поможет в дальнейшем вашем пути. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лиги в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Меркаба у нее активирована, готова. Активирована, да? Да. Хорошо. Отключаемся от объекта и поднимаемся в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok